Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы свяжем с вами вот такую замечательную шапочку, очень простую в выполнении на прохладную погодку. Такую шапочку можно связать как девочке, так и мальчику, в принципе, в зависимости от выбранного цвета. И далее можно здесь вместо вот таких вот жгутиков на шапочке для мальчика просто сделать вот здесь вот стяжечку, такую вот отделить как бы ушки от основной шапочки. Данная шапочка рассчитана на окружность головы ребенка 45 см плюс минус сантиметр, то есть 44-46 см вполне подойдет. Высота данной шапочки при сборочке 16 см. Если вы развяжете бантики, то получается около 18 см в высоту, то есть имеет еще запас. Вяжется довольно-таки легко эта шапочка. Переход с резиночки один на один на лицевую гладь и меняем ниточку. Я покажу вам как связать вот такую вот шапочку, а вы уже сможете оформить и украсить ее на свой вкус, в зависимости от пола, для которого вяжете шапочку. Можете прицепить какие-то стразики, пайеточки, бусинки, бантики, вязаные цветочки и так далее. То есть вы свяжете основу вместе со мной, а затем украсите на свое усмотрение. На данную шапочку уйдет у вас меньше, чем пол моточка ниточек. Это для однотонной основы. Если будете мешать цвета вот так вот в полосочку, как у меня, то уйдет не более чем по 20 грамм каждого цвета вместе со шнурочками. Для вязания я буду использовать пряжу Лано Семинти. Это чистый акрил 100 граммов, 315 метров. Более подробно вы сможете посмотреть отдельное видео по обзору этой пряжи. Ссылочку оставлю под этим видео. Смотрите в описании ниже. У меня пряжа двух цветов, сиреневая и белая. Также буду вязать спицами номер 3, чулочная спица. Можете использовать прямые спицы. При этом наберете на две петли больше. То есть две петли будут у вас по краям, по одной кромочной. Если вы будете первую снимать непровязанную петлю кромочную, а последнюю вязать все время изнаночной, у вас получатся красивые ровные края, которые вы без проблем затем сможете сшить. Затем, возможно, вам понадобится крючок для заправки кончиком, ножнички и сантиметр. Для начала провяжите небольшой образец лицевой гладью и посмотрите, сколько сантиметров вмещается у вас в одну петелечку. У меня вместилось две, поэтому, исходя из этого, при растянутом состоянии у меня получается где-то в 5 сантиметрах 10 петелек. Вот, значит, две петли в одном сантиметре. Теперь, исходя из этого, я буду делать расчеты на обхват головы 45-46 сантиметров. Мне нужно умножить количество сантиметров на 2 петли. То есть, всего получается, мне нужно набрать 90 петелек для окружности головы, плюс 1 петля для замыкания вязания в круг. Если вы вяжете на прямых спицах, то вам нужно набрать 92 петли. Итак, 91 петля набрана, и нам нужно распределить данное количество петель на 4 части. Можете не досконально отделить 90 на 4, а просто визуально поделить вот это расстояние петелек на 4 части, каждую из которых переодеть на отдельную спицу. Итак, мы одели на 4 спицы общее количество петелек. И теперь смотрите, у нас вот она с рабочей ниточкой спица по счету четвертая. Вот она наша первая спица. То есть, смотрите, там где первая петелька набрана, приспускаем вот эту вот спицу к петелькам, первую и четвертую. Вот так. Теперь смотрите, чтобы не перекручена была вот эта наборочная косичка, вот так вот ровненько, и спускаем последнюю набранную петельку к первой, то есть с правой спицы на левую. Теперь с левой спицы берем первую набранную петельку и одеваем на последнюю петельку и спускаем ее с левой спицы. Теперь возвращаем вот эту петельку, которую мы снимали с правой спицы, обратно на правую спицу, а краешек ниточки коротенький тянем наверх, а вот этот длинный рабочий краешек, то есть который у нас рабочая ниточка, тянем вниз. То есть как бы затягиваем петельку. Мы замкнули вязание в круг и приступаем к вязанию первого ряда. Теперь смотрите, мы начнем ряд вязания с лицевой петли. И каждую последующую спицу я вам предлагаю начинать с лицевой петли, а заканчивать изнаночной. Сейчас мы продолжаем вязать вторую петлю изнаночная, третья лицевая, четвертая изнаночная и так далее. Чередуем лицевая и изнаночная петля до конца ряда. То есть мы провязываем первый ряд формирования резиночки один на один. Итак, провязываем лицевая и изнаночная и вот довязываем до последней петельки на первой спице. Она у меня изнаночная, я так и оставляю. Продолжаю дальше вязать, как вы видите, следующую спицу с первой петли лицевой. Далее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И закончу я эту спицу вязать на изнаночной петельке. Если мне будет не хватать петелек, я возьму со следующей спицы, позаимствую одну петельку. То есть если у вас сейчас при вязании лицевая и изнаночная очередование, получится в конце лицевая. Вот как, смотрите, у меня сейчас лицевая и изнаночная все-таки закончилась. А если бы закончилась лицевой, то я одну петельку бы провязала изнаночной со следующей спицы на предыдущую спицу. Для чего это нужно? Смотрите, при вязании на четырех спицах обычно последнюю петельку делают изнаночной для того, чтобы она была как бы закрепляющей ряда. То есть своего рода как кромочная на каждой спице. Если же вы будете провязывать последнюю лицевой, она у вас будет как бы не стандартной такой вот лицевой, а при растянутой. И если вы при растянутую петельку эту будете вязать от начала до конца, то она у вас как бы будет выделяться такой широкой полоской. И получится между спицами своего рода такая разделительная полоса. С одной стороны, точно так же здесь с другой стороны, с третьей и с четвертой. Вот чтобы этого не было, я рекомендую вам заканчивать каждую спицу изнаночной петлей. А начинать с лицевой. Вот. Это, я думаю, понятно. Для тех, кто вяжет на двух спицах, первый ряд точно так же провязываем лицевая и изнаночная, чередуя. При этом обязательно у вас будет последняя изнаночная, а первая сниматься не провязанной для того, чтобы были красивые и ровные края. Итак, продолжаем чередовать лицевая и изнаночная все четыре спицы. Конец, начало ряда мы будем видеть при вот этой вот наборной нашей ниточке, краешке. Вот до нее у меня осталась последняя спица. Я ее довязываю лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная и так далее. Итак, первый ряд провязан и у нас он закончен изнаночной петелечкой. Все правильно, провязали чередование и теперь второй ряд повторяем точно так же, как и первый. Находим первую петельку и вяжем ее лицевой. То есть над лицевой петлей мы будем до конца ряда вязать лицевые петли, а над изнаночными петлями, вот они, изнаночные петли. Причем лицевую я буду вязать за ближайшую стеночку, а изнаночную за дальнюю стеночку, для того, чтобы у нас была не перекрученная косичка лицевой петли ни с лицевой стороны, ни с изнаночной стороны. То есть, чтобы красивое было у нас ровное вязание. Еще раз повторюсь, лицевую вяжу за переднюю стеночку, а изнаночную вяжу за заднюю стеночку. Фактически получается и та, и та петля вяжется за заднюю стеночку, но на лицевой петле у нас задняя стеночка находится спереди. Поэтому вот так вот получается та же задняя стеночка, но спереди и вяжем за нее, то есть за ближайшую. А изнаночную вяжем за дальнюю стеночку, для того, чтобы, еще раз повторюсь, не была перекрученная косичка узора. Итак, мы вяжем лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной петлей, все последующие ряды резиночки 1 на 1. Мы уже, получается, провязали, начали вязать второй ряд, провязали резиночку. И вам четко, я думаю, видно. Поэтому продолжаем вязать самостоятельно еще 9 рядочков. То есть, довязываете второй ряд до конца и еще 8 рядочков. Всего я хочу провязать 10 рядов резиночки 1 на 1, для того, чтобы сделать, как бы, такую вот платформочку для шапочки. Чтобы шапочка не сильно потянулась при носке и будет иметь такой вот симпатичный вид. Буду вязать сиреневой пряжей от начала до конца вязания резиночки, не меняя цвет. Поэтому продолжаем самостоятельно вязать резиночку 1 на 1. И еще 9 рядочков вместе с тем, который мы еще не довязали. Провязала 10 рядочков резиночки 1 на 1. Этой высоты мне более чем достаточно для высоты резиночки шапочки. Теперь мы переходим на основной узорчик. Здесь я не меняю ни спицы, не добавляю петельки, абсолютно ничего. Мы так и вяжем по кругу 90 наших петелек. Теперь смотрите, по поводу присоединения ниточки белого цвета. Существует несколько способов. Первый способ это классический. Отрываем каждый раз ниточку, присоединяем узелочком ниточку другого цвета и вяжем. То есть по нужде отрываем, привязываем, прячем кончики. Это самый обычный способ. Теперь второй способ есть это безузелочное соединение двух ниточек. То есть у меня есть такой способ видео. Я оставлю ссылочку в описании, смотрите, кому интересен. Там способ получается, если вы вывернете с изнаночной стороны, у вас получится вот так. Практически ничего не видно. С лицевой стороны же ни первый, ни второй способ не отличается. Там будет слегка вот такой вот переход цвета. То есть совсем чуть-чуть сдвиг будет буквально на один ряд ниже-выше. Абсолютно ничего с лицевой стороны не меняется. И третий вариант тоже, который ничем не отличим с лицевой стороны. Это просто присоединяем ниточку белого цвета и постепенно меняем. То вяжем ниточкой сиреневого цвета. Затем, когда нужно, мы вот здесь вот под отметочкой начала ряда, вот эта ниточка наша, меняем цвет на другой и продолжаем вязать другим цветом. То есть не отрезая никакого цвета. Мы просто меняем нужный нам цвет. И два цвета, две ниточки сопровождают нас от начала вязания, вот здесь вот от резиночки нашей, и до самого конца высоты шапочки. То есть нас сопровождают две ниточки двух цветов. И мы просто меняем, то сиреневый вяжем, то беленький вяжем. В общем, я буду использовать третий вариант, так как он мне ближе всего по душе. Я не очень люблю кончики прятать. Я не очень люблю, когда много таких вот рассоединений ниток и так далее. В общем, я не хочу. В принципе, можно было бы вот таким способом связать. Но он вам будет не совсем понятен. И я как бы не хочу вас путать. Для тех, кто понимает, о чем я говорю, что можете присоединять в конце ряда ниточку другого цвета и продолжать вязать, соответственно. Я вам покажу самый простой способ, которым буду вязать данную шапочку. Итак, сейчас берем ниточку белого цвета, краешек. И просто, пока не узелочком, ничем не прикрепляем, а просто продолжаем вязать ниточкой белого цвета. Вот она наша рабочая ниточка. Сиреневую я не отрезаю. Почему я пока не прикрепляю беленькую? Для того, чтобы мне потом было удобно ее закрепить, ну, чтобы не было никаких дырочек и так далее. Теперь смотрите, мы переходим на лицевую гладь. Первая петелька у нас лицевая. Я так и вяжу ее лицевой за ближнюю стеночку. Далее у нас идет изнаночная. Я вяжу лицевой за дальнюю стеночку. Для чего я делаю? Для того, чтобы наша косичка лицевая не была перекрученная. Точно так же снова лицевая. Я вяжу ее за ближайшую стеночку. Изнаночную вяжу за дальнюю стеночку. Вот так вот буду продолжать вязать полностью весь ряд белым цветом лицевыми петельками. То есть, как вы помните, резиночка 1х1 у нас состоит лицевая и изнаночная петля. То здесь у нас в лицевой глади все петельки от начала вязания до конца лицевые. И обратите внимание, я сейчас в каждом ряду, независимо от цвета, от количества провязанных рядочков, буду делать смещение влево на три петли. Это как и для чего? Первое отвечу как. Смотрите, мы довязав первую спицу, дальше продолжаем со второй вязать еще три петли лицевые. Далее берем следующую свободную спицу, провязав вот эти вот петельки со второй спицы, с третьей сразу провязываем еще три на эту же спицу. Теперь объясняю для чего. Я вам рассказывала, что ряд должен начинаться у нас резиночки 1х1 с лицевой петли, а заканчиваться изнаночной для того, чтобы не было рассоединительных полос. Точно так же и здесь. Для того, чтобы не было рассоединительных полосок между спицами, так как мы вяжем, люди есть по-разному вяжут, то есть у кого-то разные петельки, у кого-то, ну, именно по величине, у кого-то как бы кривенько, косенько, кто очень мало вяжет. Вот, поэтому не у всех может получиться с первого раза идеальная такая вот, я бы сказала, носочная вязка, то есть ровная. А может быть расхождение вот здесь вот между спицами таких вот широких лицевых петелек, рядочков. Вот, чтобы их не было, я в каждом ряду, в каждом, повторюсь, независимо от цвета, количества провязанных рядов, делать буду смещение на 3 петли вперед. То есть буду провязывать каждые 3 петли на предыдущую спицу с каждой последующей. В общем, я думаю, что это понятно. И вот таким вот образом мы вяжем от начала ряда, вот она, наш начал ряда, до конца все 4 спицы лицевыми петельками белым цветом. И точно так же свяжу еще помимо первого ряда еще 3 ряда. То есть всего нам нужно связать белым цветом лицевыми петельками, лицевой гладью 4 ряда. Затем мы просто сменим цвет на сиреневый. Провязали 4 ряда белым цветом, теперь ниточку белого цвета опускаем вниз, а вот так вот берем снизу вверх ниточку сиреневого цвета, то есть вот так. И меняем цвет, соответственно, продолжаем дальше вязать 4 ряда, точно так же, как и белым цветом, только уже сиреневым цветом. Вот так вот до вот этого момента 4 ряда. Первый мы уже начали, вот она ниточка наша, хоть и спица уже пошло смещение больше здесь петелек, но ряд все-таки у нас здесь вот начинается и заканчивается, поэтому начинаем и заканчиваем точно так же здесь четвертый ряд. Затем снова поменяем ниточку и свяжем 4 белых ряда лицевой гладью. Довязали 4 ряда сиреневым цветом, теперь сиреневый опускаем вниз, а беленький вот так вот переносим наверх и делаем основной ниточкой. Беленькую немножечко подтяните, вот здесь вот крайнюю петельку, которую мы вязали, и продолжаем дальше вязать снова 4 ряда белым цветом. Довязали 4 ряда белого цвета, и теперь опускаем белый цвет вниз, вверх берем сиреневый цвет. Немножечко подтяните вот эту петельку сиреневую, принатяните ниточку, и теперь вяжем ниточкой сиреневого цветом. И смотрите, ниточкой сиреневого цвета я буду вязать не стандартных 4 ряда, а всего лишь 2 ряда, то есть вяжу вот этот вместе с вами, который мы начали лицевыми петельками, и еще следующий. А затем снова поменяю ниточку на белый цвет. Довязали 2 ряда сиреневого цвета, и теперь сиреневый кладем вот так вот вниз, а белый поднимаем наверх, и продолжаем вязать ниточкой белого цвета. Теперь смотрите, начиная с этого ряда, мы повторяем тот ряд, который у нас был сразу же после резиночки 1х1. То есть я буду повторять снова 4 ряда белого, 4 ряда сиреневого, 4 ряда белого, 2 ряда сиреневого. Вот это наш и есть раппорт узорчика в высоту. Хотите, можете просто делать 4 ряда такого цвета, такого, 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 то есть менять просто по 4 ряда. Но я буду делать полосочку широкую сиреневого, а затем тоненькую. Снова свяжу полосочку беленького, полосочку широкого сиреневого, полосочку беленького, полосочку тоненькую сиреневого. И вот таким вот образом буду чередовать до самого конца вязания шапочки. Итак, нам нужно связать от начала резиночки самого первого ряда шапочки нашей до полной высоты. То есть вы вяжете сколько нужно вам по сантиметрам от начала вязания до высоты. И плюс где-то 1,5-2 см для завязывания ушек. То есть мне нужно, к примеру, 16 см шапочка или там 15,5 см хотя бы, то где-то до 17 см я буду провязывать общую высоту от начала вязания до полной высоты вязания шапочки и закрытия петелек. Итак, я связала 3,5 раппорта. У меня получилось окончание вот этой вот широкой полоски сиреневой. И я вам говорила, я свяжу 17 см. Я решила связать все-таки 18 см для того, чтобы иметь полных 2 см. То есть для уголочка у меня будет 2 см. Теперь смотрите, вот эти ниточки, которые мы с вами меняли, вот они у нас идут переходы. Вот они. И сиреневую и белую ниточку я отрезаю. При этом я оставляю кончик небольшой для того, чтобы было удобно заправить ниточки. Они нам не нужны. И так как последняя у нас, вот здесь вот ниточка была использована сиреневая, то белую я убираю, а оставляю вот эту сиреневую ниточку. То есть для работы нам понадобится еще ниточка сиреневая. Теперь смотрите, вот эту шапочку мы должны будем закрыть верхушку. Сейчас, как вы видите, у меня сверху расположена задняя сторона шапочки. Вот она наша ниточка. И нам нужно будет распределить петли таким образом, чтобы удобно было закрывать. И чтобы на передней части и на задней было одинаковое количество петелек. Так как у меня 90 петелек, мне очень просто поделить на 2, получается по 45. То есть на одной спице я оставила 22 петли, на второй 23 петли. Точно та же и с другой стороны. 23 петли, 22 петли. То есть у нас получается ровно поделены петельки пополам. Выворачиваем на изнаночную сторону шапочку. Вывернули на изнаночную сторону и посмотрите, что у нас получается. У нас получается очень красивый переход, благодаря правильному перемещению ниточек. И посмотрите, получается очень аккуратная она. Она не будет мешать ребеночку на голове и будет не захватываться за волосики, за заколочки. То есть очень получился аккуратный переход. Теперь можем вот эту нижнюю ниточку беленькую закрепить и спрятать краешек по межвязаниям. Вот эту ниточку нижнюю тоже можно уже закрепить и спрятать кончик. Все делаем на изнаночной стороне, пока вывернуто вязание. И вот эти краешки наши ниточек. Вот при перемене ниточки можете даже вот так вот беленькую завязать узелочек. Вот здесь вот между собой с сиреневой. То есть это для того, чтобы не распустилось вязание. Вот. И теперь для удобства можете переодеть на одну спицу переднюю часть и на вторую спицу заднюю часть. То есть вот эти 45 петелек переодеть на одну спицу. И на второй стороне вот так вот 45 петелек тоже переодеть на одну спицу. Всего у вас получится две спицы с передней и задней стороной. И так вот переодеты на двух спицах петельки. Это для удобства, чтобы вам было видно. Я хочу вам вот так вот показать, что я буду делать дальше. Смотрите. Я ложу передней стороной к себе, мне так будет удобнее. И беру рабочую ниточку цвета, который у нас вот здесь вот в окончании. Чтобы не выделялось. И теперь берем сквозь вот здесь вот первую петельку на первой спице. И первую петельку на второй спице. Проводим вот так вот крючок. Хотите, можете спицей, как вам удобно. И захватываем рабочую ниточку, пропускаем сквозь две эти петельки. То есть фактически мы свяжем две петельки вместе одной лицевой. Если вам так удобно понимать, то вот считайте, что мы провязали одну лицевую. Спускаем эти две петельки с первой и со второй спицы. У нас получилась рабочая петля. Теперь я, пожалуй, возьму спицу, мне будет удобнее. Если вам будет удобно вязать крючком, то, соответственно, продолжайте делать крючком. Теперь я расскажу принцип. Смотрите, у нас вот она петелька на правой спице. И всегда на правой спице у нас будет одна петелька. При этом с первой спицы ближней к нам и со второй спицы сквозь две петли мы будем вязать за рабочую ниточку, захватывать, делаем петлю лицевую и спускать со спиц. И затем первую провязанную, которая у нас была на правой спице, одеваем петлю на вторую провязанную лицевую. Теперь снова сквозь первую петлю на первой спице и сквозь первую петлю на второй спице мы вяжем две петли вместе одной лицевой и предыдущую петлю с правой спицы одеваем на последующую. Снова вяжем за две петли одну лицевую и продеваем, одеваем, скажем, на нее предыдущую провязанную лицевую. Если вам так будет удобно понимать, то провяжем две вместе одной лицевой и одеваем предыдущую на последующую петлю. То есть всегда нам нужно будет провязывать с одной и со второй спицы две петли вместе одной лицевой. И затем одеваем предыдущую провязанную лицевую на последующую. То есть фактически мы делаем закрытие петелек, но одновременно с двух сторон. То есть делаем общее закрытие. Можно было бы по идее связать закрытие петелек с обеих сторон или круговую просто закрытие, затем шить. Я не люблю сшивать, поэтому я делаю вот такое вот закрытие петелек одновременно с двух сторон. Как бы фактически просто, если вы вспомните, как делается закрытие петелек, можете посмотреть отдельное видео. Просто вяжем лицевую и одеваем предыдущую петлю на последующую. Вот так вот, если вы посмотрите, у нас сшиваются постепенно две стороны. Вот так вот я буду делать закрытие до самого конца, пока у нас на правой спице, на вот этой, где рабочая петля, вот она, не останется одна всего лишь петелька. И не закончатся петли на спицах в левой руке. Вот так вот, сквозь две петли, крайние на левых спицах или в левой руке. Провязываем одну лицевую сплошную и делаем как бы соединительный столбик или соединительную петлю. Одеваем предыдущую лицевую на провязанную следующую. Вот так вот. Делаем закрытие петелек и у нас получается такой вот, если вы посмотрите, уголочек с одной стороны и получится точно такой же уголочек с другой стороны. Итак, продолжаем сшивать и не забудьте, что мы прячем вот эти все кончики, которые нам не нужны с одной стороны. Вот она, уголка будет у нас с другой стороны и снизу. Продолжаем сшивать макушку шапочки. Если у вас попарно совпали петельки, то значит замечательно. Теперь последнюю пару переносим на одну спицу и вяжем вместе лицевой. Предыдущую одеваем на лицевую петлю. Спицы отлаживаем в сторону. И теперь смотрите. Перед тем, как последнюю петельку закреплять, вот здесь вот все прятать, проверьте обязательно вот так вот проденьте ручку в шапочку и посмотрите, не потеряли ли вы петельку. Обязательно перед тем, как закреплять ниточку, вот это проверьте. И немножечко превысуньте вот так вот на лицевую сторону вот здесь вот шапочку и посмотрите, все ли вы четенько сшили, нет ли у вас никаких там погрешностей или вытащенных петелек. Вот, все замечательно, проверили уголочки. Если все хорошо, то обратно выворачиваем на изнаночную сторону, берем крючок и делаем на краешке вот здесь вот две воздушные петельки. Теперь подтягиваем вот здесь вот краешек петли и крючком вяжем две воздушные петли. При этом хорошо затягиваем и ниточку можно отрезать. Теперь еще раз затяните вот здесь вот краешек, то есть как бы делаете узелочек с затягиванием, здесь тоже узелочек подправляете и на этом краешке тоже можете сделать две воздушные петли из крайней ниточки. Вот здесь вот захватываете где-то уголочек и делаете две воздушные петли с затяжкой. Вот так затягиваем хорошо и получился у нас узелочек. Нам осталось только промеж вязанием спрятать вот эти кончики. Я буду прятать вот в этой верхней косичке, как ложатся петли лицевые. То есть вот так вот продеваю сквозь петельки по ходу вязания лицевой косички вот здесь. С одной стороны точно так же поворачиваю с другой стороны и прячу все кончики с изнаночной стороны крючком. После того, как кончики спрятаны, выворачиваем на лицевую сторону. Я уже завязала одно ушко. Для того, чтобы вам показать, как завязывать ушко, приготовьте жгутик 40 см длиной. Как делать жгутик я оставлю ссылочку, смотрите в описании. Есть уже видео по данному жгутику. Я делала его в двойную ниточку. То есть всего, если вы посмотрите, у нас жгутик состоит из 4 ниточек. То есть не слишком толстый его делайте. Делайте из той же белой ниточки, которая была у нас в вязании. Теперь берем вот так вот ровно посерединке. Смотрим, чтобы у нас был уголочек ровно посерединке жгутика. И призавязываем. То есть не завязывайте пока, а просто призавязывайте, подготавливайте. Теперь сворачивайте вот так вот, немножечко как бы собрав уголок. Еще раз затягиваете, снова присобираете уголок и уже затягиваете туго. Теперь смотрите, при затянув хорошо наш такой вот узелочек, завязываем бантик. Бантик также завязываем туго, чтобы у нас шапочка вот здесь вот держалась плотненько и не соскакивала. Точно так же аналогично размеру первого ушка. Собираете второе ушко и завязываете бантики из жгутиков. По желанию можно именно собрать, вдеть ниточку в иголочку и собрать вперед иголка вот здесь вот уголки с обеих сторон на одинаковых уровнях. Но я этого делать не буду, так как я хочу, чтобы шапочка у нас была вот такая вот свободная и в принципе держались ушки только на бантиках. Почему? Потому что я в любой момент смогу потом увеличить высоту данной шапочки. То есть вот здесь вот у нас запасик. Я потом могу развязать бантики и перезавязать прям вот чуть повыше, где-то еще сделав сантиметр вот здесь вот высоту шапочки запаса. Вот. По желанию можете украсить шапочку вязанными цветочками, бантиками, пуговичками, бусинками, атласными ленточками. В общем, в принципе, чем хотите. Данная шапочка готова. И я надеюсь, что вам все было понятно и интересно со мной вязать. Конечно же, комментируйте, ставьте лайки. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Всем хорошего настроения. Пока-пока.